Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир программы «Торгуем с Fibagroup». И с нами сегодня аналитик компании Fibagroup Татьяна Лейко. Татьяна, добрый день! Добрый день, Игорь! Добрый день, ребята! Что видите сегодня интересного на рынке? Как поторгуем? Сегодня день спокойный, традиционно. В понедельник у нас чаще всего спокойный, но с завтрашнего дня, точнее уже сегодняшней ночи, ожидаем наплыв целых новостей. Давайте пройдемся по экономическому календарю и посмотрим на те события, которые нельзя пропустить. Итак, начиная с 4.30 по Москве, мы ожидаем новости по Австралии. Это будет протокол совещания РБА по вопросам кредитно-денежной политики. Обсудят, куда дальше будет двигаться экономика Австралии, какие предпосылки есть к укреплению, либо же к ослаблению австралийского доллара, и что будем, собственно, ожидать. Чуть позже мы это рассмотрим на графике, куда будет двигаться данный актив. Сразу же будет решение по процентной ставке Банка Японии. Планируется, что она останется без изменения, но лишь время покажет, что же будет на самом деле. Далее будет, соответственно, пресс-конференция Банка Японии и комментарии по кредитно-денежной политике, которые всегда сопровождают решение по процентной ставке. Посмотрим, что же будет с данным активом. В 11.30 завтра идет индекс потребительских цен в Великобритании. Тоже посмотрим, что же будет с ним. И в 12.00 настроение в деловой сфере от института ЗЮ, что также повлияет на европейскую валюту. Посмотрим, что же произойдет с волатильностью. В 15.30 будет изменение объема розничной торговли и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей. Это у нас по США. Поэтому завтра, собственно, все основные валюты поддадутся высоковолатильными и это будет способствовать торговле. И также не упустим новости по Новой Зеландии. Это изменение глобального индекса цен на молочную продукцию. Так как данный индекс не привязан к конкретному времени, поэтому его выход всегда является таким неким сюрпризом для рынка. И в момент его выхода, собственно, очень сильно повышается волатильность. Мы знаем, что данный индекс очень сильно влияет на новозеландскую валюту. И в зависимости от того, выйдет он лучше прогноза или хуже прогноза, будет скачок волатильности на укрепление, либо же на ослабление новозеландского доллара. Сейчас перейдем на терминал и посмотрим, что же творится у нас непосредственно на графиках. Да, видим ваш экран. Отлично. Ну, начнем традиционно с евро-доллара. Как и предполагалось, вот мы торгуем, я торгую по индикатору Ишимоку, поэтому уже 4 сентября я предполагала, что возможно начало восходящего тренда. То есть как минимум рост европейской валюты по отношению к американской. То есть действительно, евро отбилось и с тех пор наблюдаем, когда большой, когда незначительный рост данного актива. Сейчас видим, что евро-доллар дошел до важного уровня. Да, это исторический уровень, который пара тестировала уже не один раз. Это отметка 1,1375. И все-таки я предполагаю, что будет незначительная коррекция, и далее пара продолжит свой рост. Традиционно этот уровень с дневного графика 1,1375 мы переносим на часовой график и смотрим, что же происходит. Вот данный уровень отмечен синим. Да, видим, что действительно пара протестировала, отбилась и продолжает свое снижение. Ближайшим уровнем является отметка 1,1295. Вот он здесь, при его пробое, следующей отметкой, целью для цены станет 1,1210. Вот она здесь. То есть я думаю, что пара снизится до уровня 1,1295. И дальше уже посмотрим, скорее всего она пробьет и его, тогда будет дальнейшее снижение. Пара фунт-доллар. Тоже писала в своей аналитике. Сейчас подниму вот данную линию, мы посмотрим, что здесь располагается плоский участок линии Киджун. Линия Киджун говорит нам о среднесрочной тенденции. То есть именно данный плоский участок и тестирует наша пара британский фунт с американским долларом. Сейчас верну наш уровень на место и посмотрим, что же это за отметка. Это отметка 1,5490. Пара тестирует эту отметку, не может пробить. И я думаю, что будет либо дальнейшая консолидация, либо незначительное снижение. То есть пока это является максимумом для нашего актива. То есть пока цена не готова пойти вверх дальше. И традиционно переносим эту отметку на внутридневной график и смотрим, что же происходит. Действительно, пара протестировала. Правда, на часовом графике этот уровень находится чуть ниже. Давайте посмотрим, где именно. Это отметка 1,5470. То есть у нас еще остается такой запас 20 пунктов между внутридневным графиком и дневным графиком. Пара протестировала эту отметку. Она пока не готова преодолеть. И снизилась до отметки 1,5404. Вот сейчас идет тестирование этой отметки. В зависимости от того, пойдет отбой или пробой, будем принимать решение. Если пробьется отметка 1,5405, то следующей целью для снижения станет уровень 1,5350. Вот он здесь. В случае, если произойдет отбой, то пара вернется к важному уровню 1,5470. И снова продолжит его тестировать. То есть видим, что достаточно узкий диапазон и удобно торговать на отбоях, либо же пробоях. Что же происходит у нас в Новозеландии? Ну, новозеландец достаточно спокоен до завтрашнего дня, до того, как выйдет индекс на молочную продукцию. Видим, что он входит в диапазоне между последним локальным минимумом. Это отметка 0,6255 и линия Kijun, которая располагается на отметке 0,6420. Вот такой плоский участок здесь у нас наблюдается. То есть это, в принципе, выше него цена не поднимется. Однако линия Tentap, которая указывает на краткосрочную тенденцию, сужает диапазон движения цены и как бы прижимает ее к нижней отметке. Поэтому я думаю, что в ближайшее время будет прорвана отметка 0,6255 и актив продолжит свое снижение. То есть мы видим, как двигается у нас новозеландский доллар. То есть он входит в таком узком диапазоне, потом прорывает, тестирует следующий узкий диапазон и так вот ступенчат, а он и двигается. Переходим на часовой график, смотрим. Это сдерживающая верхняя отметка линии Kijun, которая находится на уровне 0,6415. Вот она здесь. И действительно пара прорвала внутри дневной уровень и зашла более узкий диапазон. Как мы говорили, что линия Tentap сужает диапазон хождения пары. И сейчас видим образование 0,635 и 0,6255. Вот между этими в пределах 100 пунктов двигается у нас наша валютная пара. Наблюдаем также солидное такое тестирование до отметки 0,635 и вполне возможно, что дальше будет снижение до отметки 0,6255. То есть я думаю, что новозеландец будет продолжать снижаться. Что же происходит у нас с золотом? Ну, очень сложно уже проанализировать с помощью индикатора SHIMOK, вот так как был прорван уровень линии Sinko Span A, да, и пара вернулась снова в нисходящий тренд. Еще не ясно, это будет у нас боковик или продолжится нисходящий тренд, но во всяком случае золоту для восходящего тренда не хватило сил, это уже точно. То есть либо одно, либо другое. Поэтому я пока воздерживаюсь от торговли данным активом, могу сказать, что единственный плюс сейчас в торговле по золоту, оно будет тоже достаточно ступенчато. Тестирует узкий диапазон, при прорыве этого диапазона снижается и на этих снижениях можно заработать. То есть сейчас пара находится в диапазоне 11.12, 12.5, да, и 11.10, простите, 11.03.10, я уже сегодня заговариваюсь. При пробое отметки 11.03, следующим уровнем станет последний локальный минимум, это отметка 10.90 и 10.80, которые пара тестировала очень долгое время. То есть вот этот диапазон. Я все-таки думаю, что также золото будет дальше снижаться, все зависит от дальнейших пробоев. То есть на пробоях уровней вниз мы можем, собственно, и заработать. Понятно. Перейдем к канадцу. Также очень интересная ситуация. В принципе, канадский доллар теряет свою ценность по отношению к американскому, ну и понятное дело, что американец растет, да, у нас восходящий тренд на паре американский и канадский доллар. Поэтому диапазон сузился и ждем традиционно прорыва отметки 1.3340, вот она здесь. Перенесем это все на часовой график и посмотрим. Вот эта отметка, то есть до нее пара еще толком не доходит, лишь тестирует уровень 1.3310. Вот он здесь. То есть я, в принципе, канадца, американца в паре с канадцем торгую при отбоях от уровней. То есть в этом узком диапазоне можно заработать. Да, то есть когда пара доходит до отметки 1.3310, я ее просто продаю. Понятно, хорошо. Так, австралиец, последний у нас будет австралиец и я вас отпускаю. Итак, австралиец у нас, австралиец паре с американским долларом. Видим, что у нас глобальный нисходящий тренд. И также очень хорошо действуют линии индикатора. При отбое от них можно продавать спокойно на актив. Сейчас идет коррекция и до плоского участка линии Киджун. Вот он здесь. Давайте посмотрим, что же это за отметка. Это отметка 0.7170. Туда и стремится цена. То есть это будет такой вот барьер для нашего ценового потока, для этой валютной пары. В принципе, когда пара достигнет этой отметки, можно будет продавать. Кто не вошел в рынок ранее и спокойно продавать этот актив, так как все-таки глобальная тенденция у нас нисходящая. Переносимся на часовой график. И видим, что также пара двигается ступенчато. Пока она тестирует отметку 0.7170, да, вполне возможно, что она будет промежать. И тогда мы сможем продавать отметки 0.7575. А вот ситуация тестирования у нас идет. Понятно. На этом, в принципе, все. Ясненько. Хорошей вам торговли, да. Если у вас есть вопросы, задавайте. Я думаю, что еще Маша вам рассказала всю ситуацию в ближайшую неделю. У нас сегодня женский день в фибогруппе. Да. И из того, что вы нам рассказали, я думаю, так понимаю, что я лично для себя выбрал это в качестве базовых торговых идей. Это продажа евро и продажа золота. Так что посмотрим. Будем сейчас искать точку входа. Спасибо большое. Да-да-да. Спасибо. Хорошо, Игорь. До свидания, да. До свидания. До свидания.